После уступления Казахстана в су-светную гандлю в организацию, Беларусь сталася одзиной у Евразийским экономичным союзе краины, якая не з'является членом этой организации. Дадзя на ситуацию, примушая выконвать практически все потребования организации, але без затримания перовах в су-светном гандле. Неопошную чергу по этой причине, на конце 2015 года, Беларусь активизовала процесс перамов по уступлению в су-светную гандлю в организацию. Однако, мкнение по скоростью этот процесс не обмежевывается только жаданием створить ровно конкурентные умовы свободных гандлю. Иснует широк геоэкономичных и геополитичных факторов, які сприяются развитию активности в переговорном процессе. Тут и доступ до су-светных финансов, и новые рынки сбыту беларуской экспортно-ориентованной продукции. Это позволит нам присоединиться к 164 странам, это значит, что рынки этих стран будут открыты для беларуских товаров и для беларуских услуг. А это на сегодняшний день 98% мировой торговли. Что тыжатся махчимых проблем, які могут возникнуть после уступления Беларуси в су-светную гандлю в организацию, низкая конкурентность некоторых айчинных предприемств. Иншая справа, что и гэтую ситуацию можно минимизовать. Многие керовники субъекта господарения слабо уявляют, у яких умовах им придется працовать. С этой нагоды в наступном году в регионах плануются провести специальные семинары с уделом представников предприемств и бизнес-структур, а так само международных экспертов. Причем организуют их по галиновым принципам, особенно для машинобудовников, сельскосподарших и, например, кондитерских вытворчастей. А про это Беларусь может отримать полные льготы на переходный период. Плануемый час уступления краины в су-светную гандлю в организацию – 2020 год. Есть махчимость предугледить все нюансы. На самом деле есть очень много инструментов ВТО, которые позволяют защитить предприятия и страны, которые только вступили. То есть наша переговорная команда может запросить переходный период, например, 5 лет, 7-8 лет, когда, например, в сельское хозяйство другие иностранные предприятия не могут заходить. Может быть, как в Казахстане, они запросили защитный период для банковской сферы, для страховой сферы. И в течение 5 лет после вступления иностранные банки не могут создавать филиалы со стопроцентным капиталом. То есть очень много механизмов, о которых сегодня расскажут, о которых нужно знать и на которые наши предприятия могут претендовать для того, чтобы плавно перейти к новым условиям работы в ВТО.